Привет, Хабаровск! В эфире программа «Всё это кино» и её ведущий Павел Мушта. Поехали! В основу совместного проекта режиссёров Тома Тыкпера и Энди Илана Ивачёвски «Облачный атлас» легла идея, что весь человеческий опыт един в стремлении к свободе, творчеству и любви. Два с половиной часа нешуточного умственного напряжения зрителям гарантировано. Шесть, на первый взгляд, не связанных между собой историй, реинкарнаций двух душ перепределены таким образом, что параллели фейерверками вспыхивают воображение зрителя. Наблюдать, как перед твоими глазами разворачивается действие длиной в полтысячелетия, без сомнения, интересно, тем более, что основательная часть его происходит в будущем. Актёрам, сыгравшим в «Облачном атласе», приходилось решать очень непростые задачи. Многие из них играли представителей иных рас или персонажей другого пола. Это было достигнуто благодаря пластическому гриму, богатой костюмерной и жесткими временными рамками, отведённых актёром на переход от одной роли к другой. К примеру, Холли Берри побывала в образе еврейской женщины 1930-х годов под руководством Тома Тыквера в один день, на следующий день быстро перешла к роли женщины из древнего племени под руководством Ланы и Энди Бачёвски, а затем перевоплотилась в эколога 70-х годов прошлого века. И все эти смены образа шли одна за другой без перерывов. А Хьюго Уивинг сыграл злодеев практически всех возрастов, от бессердечного корейского хозяина жизни до беспристрастного санитара. Пойдя по этому пути, создатели фильма продемонстрировали, что кастинг — это не просто подбор актёров по внешним данным, а также напомнили зрителю, почему ремесло актёра именуют искусством. Не надо прятаться. Я знаю, кто ты. Сан-Ми-451. Вчера дорога судьбы шла в одну сторону. Сегодня ведёт совсем другую. Вам когда-нибудь казалось, будто вы в немилости у Вселенной? Страх. Что вы, Сэр? Вера. Любовь. Явления, определяющие ход в наших жизнях. Эти силы начинают действовать до нашего рождения и продолжают после смерти. Мы не хозяева собственной жизни. Мы связаны с другими, прошлыми и настоящими. И каждый проступок, как и каждое доброе дело, рождают новое будущее. Больше не отпущу тебя. Я верю, что нас ожидает другой мир лучше, чем этот. И мы там встретимся. Сколько верёвочки не виться. Примерно такие слова пришли мне на ум сразу после оглашения решения создателей Сумеречной саги разделить последнюю книгу на два фильма. Но к премьере последней ленты о заключении фампиров и оборотней писательница Стефани Майер уже дарит призрачную надежду всем фанатам. Но сначала о кино. Итак, Белла – новорождённый вампир. Она вживается в эту роль, заранее готовясь к трудностям. Тем не менее, ей легче даётся отказ от человеческой крови, чем остальным в семье Калинов. Эдвард и Белла – счастливые родители маленькой Ренесми. Она наполовину человек, наполовину вампир. Девочка такая одна считает окружающей и очень переживая за будущее малышки, так как Ренесми очень быстро взрослеет. К тому же ситуацию омрачает видение Элис, где девушка ясно усматривает угрозу со стороны Вальтури, которые хотят уничтожить ребёнка. Вальтури идут на них войной, так как ошибочно приняли эту необычную девочку за вампирского младенца. Запрет на превращение детей в вампиров строго соблюдается и карается ими же, ведь поведение таких детей невозможно контролировать. Элис видит ещё что-то в будущем, но не говорит Калинам и уходит, вместе с Джаспером наказав оставшимся собирать свидетелей для объяснения с Вальтури. Битва состоится, когда землю накроет первый снег. Честно говоря, Голливуд редко когда убивает куриц, несущих золотые яйца. То есть успешные киноэпопеи продолжаются до тех пор, пока на них идёт зритель, обеспечивая внушительные кассовые сборы. В качестве исключений можно вспомнить разве что историю Шрека, прекратившего своё существование после четвёртого фильма на самом пике популярности до «Приключения Гарри Поттера», где продолжение отказалось писать автор и обладатель всех авторских прав Джоан Роулинг. Поэтому назвать этот фильм последней частью «Сумерек» было бы преждевременно, скорее пока последней, так как литературных продолжений эта история не имеет. Но автор книг Стефани Майер уже заявила на пресс-конференции, проходившей в рамках промо-тура фильма, что готова вновь взяться за перо. С оговорочкой, что для новой истории в Суберках достаточно много интересных персонажей. Будет ли сюжет новых книг строиться вокруг Джекоба или Ренесми, думаю, фанаты «Сумеречной саги» узнают уже скоро. Моя семья в опасности, мне нужна ваша помощь. Каждый со своим даром. Вы удивительная женщина. Мы с вами. Оборотни тоже. Мы никогда не боялись вампиров. Я не позволю никому причинить тебе зло. Драматичный триллер «Экипаж» — это прежде всего обладатель Оскара, режиссер Роберт Земекис, уже подаривший нам бессмертные фильмы «Назад в будущее», «Форрест Гамм» и «Изгой». А также обладатель аж двух Оскаров, актер Дензел Вашингтон. В совместном проекте эта звездная парочка раскручивает достаточно острую тему авиакатастроф. Опытный пилот Уиппо Уайтакер чудом избегает крушения самолета и, совершив аварийную посадку, сохраняет жизни практически всех пассажиров. Уиппо чествует как героя, но чем больше появляется подробностей о катастрофе, тем больше вопросов возникает. Что же на самом деле произошло на борту самолета? Как самочувствие, Уиппо? Вы там наверху сделали что-то невероятное. И спасли кучу людей. На себя штурвал! Я потерял управление! Вы падает! Готовьте пассажиров к посадке! Посадив самолет, вы совершили чудо, командир? Впереди только дома! Слушай, Эван, слушай меня! Уводи нос вниз! На десяти тысячах мы стали разваливаться. Мы перевернем самолет! Что значит перевернем? Готов? Поехали! Скоро. Я в списке, малышка. Там снаружи куча журналюк ненормальных. И у нас как рок-звезда. Тебя теперь до конца жизни в барах будут бесплатно угощать. Капитан Уайтакер настоящий американский герой. Это Хью Лэнг, адвокат из Чикаго. А зачем нам адвокат? Помните, у вас перед полетом брали кровь на анализ? Они обнаружили повышенное содержание алкоголя. Это попахивает пожизненным. Обладатель премии «Оскар» режиссер Роберт Замегис. Суд состоится через 10 дней. Вы оказались под микроскопом. Вы что-то скрываете? От режиссера фильмов «Форест Гамп и Изгой». Вы меня застрелите? Или я могу войти в дом? Да, входите. Я застрелю вас в доме. На то была воля Божья. Что же это был за бог? Наши следователи подтвердили техническую неисправность. Власти посадили 10 летчиков в симуляторы и смоделировали вашу ситуацию. Все они разбили свои самолеты. Посадить самолет смогли только вы. Вы спасли мою маму. Я хочу поговорить о днях, предшествовавших инциденту. Все это невыносимо. Я погибаю. Бам, кто ты такой? Вечером перед полетом я пил. Ведь Даккер знает, что его ждет тюрьма. Мои клиенты не садятся. Это неправда. Неправда. Обладатель премии Оскар Дензел Вашингтон. Я вашу жизнь спасаю. А эта жизнь? Даккер резко падает. Внимание, садимся. Никто бы не смог посадить самолет, как я. На этом все. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. До скорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА